Купить камеру и потом собирать деньги для различных крепежей — это нечестно и дорого. У IronProCam получаешь всё сразу. Плюс есть маленький бонус. Но об этом дальше. Сразу хочется отметить, что это первая украинская экшн-камера. Приятно, когда наши компании выпускают на рынок действительно современную технику. Итак, в комплекте мы получаем целую гору приятных и полезных девайсов. Водонепроницаемый бокс, крепление на шлем, руль, штатив, липучки, ремни, зажимы и другие многофункциональные крепления. По сути, прямо из коробки камера готова к любым приключениям. Максимальная глубина погружения — 30 метров, но и с падениями, пылью, грязью, ясное дело, проблем нет. Но всё-таки самое важное в камере — качество изображения. К нему и перейдём. ProCam снимает Full HD 30 кадров в секунду и 60 кадров 720p. Угол обзора 140 градусов. В общем, всё стандартно. Минимальное фокусное расстояние — 12 сантиметров. Качество изображения днём вопросов не вызывает. Всё чётко, ярко, весело. В принципе, камеру можно использовать даже для подсъёмок или видеоблогов. Честно говоря, это не удивило. Ценник на ProCam не кусается, как на многие другие экшн-камеры. За свои деньги картинка получается очень даже приятной. По форм-фактору камера аналогична GoPro. И вот здесь даём бесплатный совет. Если у вас уже есть GoPro, просто покупаем Iron ProCam, и все наши аксессуары теперь можно использовать с прошкой. Это намного дешевле, чем просто купить крепежи для GoPro. А саму ProCam можно, к примеру, использовать как видеорегистратор или даже видеоняню. Об этом дальше. Возможности камеры достаточно широки. Есть встроенный Wi-Fi-модуль. С телефона можно управлять камерой. Поддерживается iOS-начинка с пятого айфона и Android четвёртой версии. Вот как раз при управлении со смартфона камеру можно использовать в качестве видеонянья. При необходимости отснятый материал легко сгружается на телефон или планшет, тем самым освобождая место на карте памяти. Она здесь формата microSD. Поддерживаются флешки объёмом до 32 гигабайт. Заряжается камера по USB. Плюс можно докупить батареи и быстро их менять во время съёмок. Заряда аккумулятора хватает примерно на час съёмок. Ещё рядом с USB-портом находится мини-HDMI-разъём. Видео можно прямо с камеры транслировать, к примеру, на телевизор. Большую часть задней панели занимает двухдюймовый экран. В ценовой категории Aeron ProCam такой большой экран встречается очень редко. На солнце информация с него вполне хорошо читается, плюс само качество изображения более чем достаточное для просмотра отснятого материала. Режимов съёмки четыре. Обычная видеосъёмка, фото, серия из трёх фото и таймлапс. В режиме таймлапса снимок может делаться каждые 2, 3, 5, 10, 20, 30 или 60 секунд. В настройках большого выбора изменяемых параметров нет. Отметим разве что регулировку экспозиции. Проведя с камерой несколько дней, можно сказать, что она отлично подойдёт для тех, кто покупает свою первую экшн-камеру и ещё не совсем понимает, что именно ему нужно. Здесь вам и большой набор аксессуаров, и простое управление, и хорошее качество съёмки. Отличный набор для начала.